Итак, мы продолжаем серию наших репортажей с поля, где применяются самые современные совершенные технологические приемы для возделывания хорошего и качественного картофеля. И сегодня, 30 июня, мы снова приехали на поле для того, чтобы сделать химпрополку нашего замечательного картофеля сорта галлы баковой смесью боксера и римсульфурона. Зашли сорнячки, присутствует разный видовой состав сорняка, лебеда или марь белая, да, это вьюнок, это щирица, злаковые сорняки просто куриные. Сорняков не могу сказать, что много, но тем не менее они есть. И сегодня мы, значит, зарядили вот этот вот замечательный опрыскиватель, баковой смесью боксер и римсульфурон, 2,5 литра боксера и 10 грамм в действующем веществе римсульфурона. Ну, вот, собственно говоря, прошел у нас опрыскиватель. Мы можем оценить сейчас качество нанесения раствора вот по цвету. То есть у нас изначально подчистительная бумага была желтая, а сейчас мы видим, она посинела вся. То есть не то, чтобы отдельные капельки, да, а полностью с точкой у нас синий. Соответственно, и эффективность должна быть тоже на высоте продукта. Потому что эффективность продукта, независимо от того, будь то там протравитель, да, гербицид или фунгицид, она на 50% зависит не от самого продукта, а от человеческого фактора, от того, насколько качественно был применен тот или иной продукт. Хочу показать и выкопать несколько растений, в каком состоянии находятся, собственно говоря, картофель. И вот что мы видим. Довольно хорошо развитая корневая система. Этому способству вот отдельные корешки поотрывались. Длина корней была практически 35 сантиметров. И чистые белые столоны. Резактония отсутствует от слова вообще. Это неспроста, друзья. Здесь применялся новый препарат от компании Сингента под названием Vibron Stop. В норме 500 грамм на тонну. Начали формироваться кубеньки. Они размером практически с лесной орех. Объем гребни на 75. У нас 97 сантиметров. Для формирования гребни применялась гимновская фреза, которая ходила со скоростью до 3 километров в час. Формировала очень плотный и замечательный гребень. Высота получилась от материнского клубня до верха гребня порядка 16-18 сантиметров. Итак, мы находимся на коллекции сортов. Здесь представлено 51 сорт. Это лучшие разработки, лучшие достижения селекционеров. Причем не только представлены европейские селекции Германии, Голландии, но и в том числе наша российская. Здесь высажен 51 сорт. Представлена линейка сортов в 8 семеноводческих компаниях. Это такие компании, как Норико, Мак, Агрика, Садокос, докогенные технологии, Фатагра, Рус Европлант и Солан. Иван, расскажи, пожалуйста, что ты делаешь сегодня на столь замечательном поле? Ну, мы сегодня приехали внести гербицид на это поле. Боксеры 2,5 литра, Римск, 10 грамм получается, 10 вещества. Слушай, здорово. А расскажи немножко о параметрах. Какая скорость, какое давление, какая норма вылива у тебя получается? Работаем мы сейчас со скоростью 10 км в час, 300 литров на гектарах, 0,6 форсунками. 4 единицы? Да, около 4. Давление. Хорошо, а скажи, пожалуйста, вот у тебя еще есть рукав. Как часто ты его используешь и при каких условиях? Ну, как, по погоде. Сегодня, например, было ветрено, и мы начали, конечно, с ветрами. То есть, с ними лучше, оптимально. Вносится. Ну, и, наверное, уже ростенький картофель довольно-таки большой, да? Ну, да, чтобы раскрыть листы. Да, он начинает уже частично экранировать сорняки и немного добавляя ветров. Да, мы раскрываем листву и лучше вносится. Какая производительность опрыскивателя? Ну, если на картофель около 150 км, то можно смену сделать при 300 литров. Все, отлично. Спасибо большое.